Совсем недавно у нас трагическое событие произошло в Чувашской республике. Хочел товарищ, который боролся с высотками в Чувашской республике и в Чебоксарах в частности. И вот сейчас на злое муда, прямо напротив него, вот эту высотку встроят. Давайте в память о Михаиле Васильевиче не будем делать нехорошие вещи. В плане высотного строительства, в том числе в центре города. Это географически, получается, центр города. Если возможность оставить какое-то малоэтажное строительство непосредственно рядом с территорией кладбища на улице Богдановской улицы. Вопросы-то был. Отвечайте. Здравствуйте. Огрубление Николай Петербурга Геннадьевича. Когда рассматриваемые проекты у нас территории в 2018 году, представляли предложение по этажным этажам и строительство двухэтажного здания, вывязать, как вы говорите, с августами событиями. Ну, это был вопрос, наверное. Ну, он же был... Безобразие. Я был на этой публичной слушании. Жители сидели, зал был полный. И все были против. Все были против. И вы так же, как сегодня говорили, я этот вопрос не решаю. Этот вопрос решает кто? Члены комиссии. А членам комиссии наплевать на мнение жителей. Вот мы поняли. Потому что этот проект протащили. И рядом с могилой Михаила Васильевича Игнатьева, который боролся против высоток, протащили. Хорошо. И в напитании ему они это построят. Юрий Алексеевич, по высотному строительству, по поручению правительства вашей республики, нынешнего правительства, 1 июня, 4 июня тоже было встречание под какого-то самого Николаева, есть перечень поручений по поводу создания системы управления высотным строительством на территории города Чебоксары. Системы управления. Нету там такого буквального запрета о строительстве высоток. Есть система управления. То есть создать механизм, каким образом возможно управлять высотным зонированием, высотным строительством на территории города Чебоксары. Вот над этой работой, над высотным зонированием Вы нам об этом говорили еще до пандемии коронавируса. Что мы работаем, зонируем, проверяем, контролируем. И в итоге все так же. Собака лает, караван идет. Я понимаю, все гениально просто. Абсолютно, имея трехклассное образование, можно понять. Купил кусочек России и ушел в небо. Чем больше ближе к небу, тем больше моржа. Все гениально просто. Вот сейчас не совсем по существу ваши доводы. Ну как не по существу? Купил и ушел в небо. Ушел в небо я в плане высотности. Это не относится к рассматриваемому вопросу. Понятно, что вы хотите таким образом... Я не говорю, что они не должны зарабатывать. Но они должны учитывать моральную какую-то составляющую. Рядом с кладбищем. Рядом с кладбищем. Заброшенные, там сейчас уже асфальт поселилировал. Благодаря Михаилу Ильичу. Повторяйте. Несколько раз повторяйте. Смотрите, это был вопрос. А сейчас выступление. Это совершенно разные вещи. Правильно? Хорошо. Нет? На этом все. Выступили. У нас есть такой отдел с инстрой, да. Им тоже предоставили замамия. Подразвитие территории. Преусловие расселения из ветхого аварийного жилья. У вас такие же условия были, да? А в этом проекте были условия берега укрепительные? Не было? А это чье упущение? Не Амелькенчик. Они же прямо на берегу практически, на Аксагорье стоят. Вам только что ответили, что выполнены исследования по опасности оползнования этой территории и сделаны проектные инструкции, в соответствии с которыми... А это за счет бюджета будет делаться или как? И организация же будет укреплять берег? Да, это организация, да. По всему переграду, всю Казанскую. Нет? Около вашего дома. Там, где на счет произведен, показано. Я не специалист. А скажите, не секрет, а какая площадь предоставлена на аукционе территории? Восемь целых самостоятельных словах не так. А по какой цене? Зайдите информацию, что есть. Мурыгин по 50 рублей за сотку умудрился взять. Юрий Алексеевич, вы опять отвлекаетесь. Ну как отвлекаетесь? Мне интересует, как так? Переходим. Безвозмездно почти даром.